Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня компания Xiaomi представила самый настоящий, доступный молодежный игровой смартфон. Да, у компании уже есть топовые девайсы, похожие тематики из линейки Black Shark, но в отличие от тех же акул, наш сегодняшний герой не щеголяет RGB подсветкой, имеет хоть и вполне стильный, но в то же время далеко не самый геймерский дизайн. И речь сегодня пойдёт о Xiaomi Play. Как я уже говорил, девайс направлен на молодёжь и это уже второй смартфон компании, выполненный в модной гардиентной раскраске. В общем, присаживаемся поудобнее, ибо сейчас я максимально кратко и содержательно расскажу вам о всех фишках и функциях сегодняшней новинки. Xiaomi Play нежданно-негаданно получил новый смейдерный процессор от компании Mediatek, а именно Helio P35. За графикой отвечает PowerWear GE8320, объём оперативной памяти составляет 4 гигабайта. По сути, связочка абсолютно новая и неизвестная. Это первое устройство на Helio P35. Закидывать камнями его ещё рано, однако, как я понял, чип затесался где-то между Helio P23 и P60. Так что назвать смартфон игровым лично у меня язык не поворачивается. Да, новинка в играх будет шустрее, чем аналоги на 625 драконе, но всё же до того же 636 ей вряд ли дотянуться. А ведь 636 Snapdragon тоже не самое топовое игровое решение. Так что название модели явно ничего общего с игровыми возможностями смартфона не имеет. Однако, думаю, на средних настройках графики всё будет запускаться с комфортными значениями FPS. Что же до встроенного накопителя, то на данный момент была представлена всего одна модификация с объёмом равным 64 гигабайтам. Экран Xiaomi Play – это IPS-матрица с диагональю в 5,84 дюйма и разрешением 2280 на 1080 точек. Соотношение сторон нестандартной составляет 19 к 9. Тут же хочу отметить, что Xiaomi Play – это первый девайс компании с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Не спорю, выглядит ещё немного неряшливо, но это хороший знак, ведь эрогромоздких и ужасных чувак, по всей видимости, подходит к концу. Ну а так, в целом экран тут похож на те, что устанавливаются в Xiaomi Mi A2 Lite. Что же до камер, то тут и будет по классике жанра 3 штуки. Основные на 12,2 мегапикселя и фронтальные на 8 мегапикселей. Тут всё без рекордов. И по сути, камеры должны не сильно отличаться от того же Xiaomi Mi A2 Lite, за исключением фронтальной. Она тут всё-таки должна быть получше. В целом, если не возлагать больших надежд, думаю, камеры нас разочаровать не должны. Но, как говорится, только реальные тесты расставят все точки над «и». В Xiaomi Play нас ожидает баночка на 3000 мАч, и честно говоря, меня это расстроило больше всего. Да, пусть смартфон будет немножко потолще, но ведь чего вам стоило бы поставить сюда акком от того же Mi A2 Lite. Что же до операционной системы, то из коробки смартфон будет идти на 9-ом андроиде, прикрытым фирменной оболочкой MIUI 10-ой версии. Тут всё тоже без особых сюрпризов. Сканер отпечатков пальцев и функция расблокировки по лицу в смартфоне присутствует. А вот что расстроило, так это хроническое отсутствие NFC. Возможно, кому-то не критично, но лично для меня весомый недочёт. Также, насколько мне известно, в смартфоне нет разъёма 3,5 мм, зато завезли USB-C разъём. В Xiaomi Play будет поставляться в чёрном, гардинетных розовом и голубом цветах. Что же до ценников, то за смартфон, повторюсь, в единственной версии 464 ГБ, просит около 160 долларов. Ну а если вы захотите сэкономить при покупке того или иного девайса в любом китайском, да и не только китайском интернет-магазине, искренне рекомендую вам воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops. Letyshops позволяет действительно экономить до 30% на покупках уже более чем в тысяче магазинах. Я сам на постоянной основе пользуюсь данным сервисом, поэтому без зазрения совести могу рекомендовать его и вам. Все необходимые ссылки, разумеется, есть также в описании под этим роликом. На этом, думаю, всё. В заключении, хочу сказать, что Xiaomi Play, как по мне, далеко не однозначный аппарат. Да, он, можно сказать, обладает стильным внешним видом, он компактный, но вот скромная батарейка, отсутствие NFC и не совсем понятное железо, во всяком случае, на данный момент лично меня заставляют призадуматься. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение по поводу нашего сегодняшнего героя. С радостью побеседуем и разберём Xiaomi Play по косточкам. Ну а на этом я с вами прощаюсь, если это видео было вам полезно, не забываем поддержать меня и канал своими царскими лайками, подписываемся, жмём на колокольчик, чтобы не пропускать свежие видео о новинках. Думаю, что совсем скоро мы приобретём Xiaomi Play для обзора, так как старт продаж запланирован уже на 25 декабря. Всем огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok